Всем привет! Как у вас у всех дела? Я хотела пояснить много кому. Я не с России, не с Украины, не с Казахстана, не с Белоруссии, то у меня есть акцент. Я вообще европейка с Европы, то русский язык это у меня не главный, не первый, мне намного легче говорить, писать на других языках, как на английском, либо вообще на других, чем на русском, то если вы смотрели мои видео, так думаю, что вы же поняли, что я не с вашей нации, то давайте просто как премиум информацию, которую я вам даю, я никого не заставляю покупать, инвестировать в криптовалюту, это идет конкретная информация, образовательная информация для тех людей, которые правда хотят изучить, понять, принять информацию от других людей, у которых ум развитый, и они хотят больше получить информацию, чтобы им не делать никаких ошибков, чтобы не попадаться на мошенников. Я конкретно делаю это обучение, то я не беру ваши, я как вам не говорю, дайте мне ваши деньги, я инвестирую куда-то. Это не идет так, вот эта вся конкретная информация сделана для тех, правда, которые хотят больше узнать. То если кому-то что-то, как говорится, не нравится, пожалуйста, уходите по дружбе, то я хотела сказать информацию перед тем, чтобы, правда, эти все курсы, видео, информация в Инстаграме, это идет конкретно, чтобы вам было бы легче понять это, вам было бы легче обучиться к этому, то просто примите информацию, которая вам дается, да, то есть разные люди, я это понимаю, я не хочу ни ваше время тратить, так же самое ни свое время тратить на людей, которые не понимают, что это такое, которые, ну, у них мозг по-другому работает, да, то тут собираются те люди, и которые правда хотят обучиться этому, которые правда хотят понять, что это такое, то давайте будем с вами приступать, Как избежать перетягивания ковра и мошенничества? Я хочу вам сказать, эти все слайды были переведены с английского на русский язык, то давайте будем называть термины, как они есть на английском языке, потому что перевод будет перетягивание ковра, я думаю, что термин с переводом это будет неправильно, это называется рактул, то мы будем с вами идти, это конкретно идет видео, связанное с теми монетами, которые когда-то поднимаются, хорошо, они такие супер, и падают вниз, да, тут взяты скрины конкретно тех монет, которые люди, которые делают эти монеты, они воруют, да, то если вот у вас есть время, либо вы, вам кто-то посоветовал купить монеты, которые стоят дешево, или что-то еще, обязательно посмотрите, конечно, как они растут, да, самое главное понять, что когда идет вниз, это когда идет сливание, да, сливание монет, и когда-то человек забирает свои деньги, да, я чуть-чуть объясню, как это все идет, как избежать теряния ковра, как безопасно инвестировать DEFI, DEFI – это Decentralized Finances, это будет на русском дезентрализация финансы, видите, я, правда, можно понять, что я не с Россией, если даже не могу выговорить эти слова, то DEFI – это Decentralized Finances, если видите DEX – это Decentralized Exchanges, то я думаю, что понятно, как что-то такое, но если нет, придем к этому тоже. Смотрите, те разработчики, которые создают криптовалюту или проект DEFI, либо D-App, они привлекают к нему инвесторов, ну, например, я делаю то, я делаю то, я делаю, я хочу создать эту монету, мне надо искать инвесторов. И иногда бывает, когда только инвесторы начинают вкладывать в проект, они могут давать лишь бы какую-то информацию, что эта монета вырастет, как Euterium, либо эта монета будет, как биткоин, это будет то и то и то, либо мы уберем весь мир. Иногда такие проекты, по-честному, они бывают лживые, их надо проверять, надо понимать, что когда только собираются инвесторов, инвесторы могут вкладывать не доллары, не евры, а конкретно DEFI, децентрализацию в валюту, криптовалюту будут вкладывать, и потом, когда они получат, они могут просить Euterium, биткоин, вот такие монеты, и когда проект достигнет капитала, которого мошенники хотят, они просто слеются, они заберут эти деньги, они, короче, все отпустят, и они просто сбегут. То вот этот RackPool процветает на DEX, это Decentralized Exchanges, потому что эти типы обменов позволяют пользователям размешать токены бесплатно и без аудита, да, в отличие от, конечно, центральных обменов криптовалюты. То иногда даже, если вы слышали, в Binance была монета, которая называлась Squid Game, и она собрала денег, взяла лбун и избежали, да, то вот монета, почему мне не нравится Binance, да, вот, но это видео, конечно, не про это, потому что иногда в Binance бывают такие проекты, которые идут без аудита и без проверки всех кодов и смарт-контрактов, то надо обязательно смотреть и проверять это. Мы, конечно, будем проходить по правилам, что и как. Эта информация была взята, конечно, этот скрин на английском языке, надеюсь, хотя бы у вас есть какой-нибудь английский язык, и вы можете это понять. То просто, если сравнить, где идет other hacks, это когда, например, нажми на эту кнопку, ты получишь бесплатный биткоин. Или когда в Твиттере был этот Илон Маск, пришли Илону Маску один эвтериум, и он тебе пришло два. Вот эти разные такие мошенничества. Или купи мне биткоин, я не могу сам купить. И вот это все. Дэффи-хакс – это вот эти ракпул, что они, эти ковры, я не знаю даже, как это правильно сказать, знаете, на русский язык, правда, как переводчик дал, вот так информацию я и говорю. То вот они начали больше и больше расти, конечно, в этом году. Да, на какой-то момент вот эти все другие мошенничества чуть-чуть остановились, они до сих пор есть. Но больше, понимаете, когда идет это мошенничество этих воров, это потому что криптовалюта, она растет. То люди понимают, сколько можно сделать на это денег. И им главное, чтобы, как они могут эти деньги сделать правильно, либо они могут делать хорошим путем, инвестировать, делать трейдинг, ну, что, кто, как. Либо те, которые уже либо хотят получить эти деньги быстрее, чем другие, например, да, и они придумывают эти проекты. То это видео, конечно, будет более про это. Понимание, что и как. Так, это была Зата Straight View, Trading View, сайта. Кто знает, я вас поздравляю. Значит, вы молодцы, правда, стремитесь понять, что это такое. Вы можете посмотреть, как правда растет, да, как поднимается и так далее. То, например, самое главное, это, конечно, не попасть в такие моменты, да. Надо обязательно проверять, да, сколько идут людей, которые держат эту валюту, да. Например, сколько транзакций, какой контракт, сколько пользователей имеет. Это все будет, конечно, объяснено попозже. Ну, всегда хорошо просмотреть всю информацию и понять про это, да. Сколько людей держат, да. Вот мы можем увидеть все по чуть-чуть, то обязательно надо проверять. Потому что есть люди, которые покупают, например, Shibu In, вот эту всю фигню. Я против их, это мое мнение. Если вы покупаете их, ура вам. Если вы заработали на этого, ура вам. Но я, например, не вижу смысла таких монет. Это мое мнение. То, как говорится, покупайте их, если вы хотите, если вы верите в них. Удачи вам с ними, да. То я, например, всегда смотрю монеты, я делаю специальный анализ. И я проверяю, которые монеты мне надо покупать. То что самое главное? Когда перед тем мы уже будем вступать, потому что вступление было длинное. Проверить опыт команды. Вообще проверить команду. Узнайте, изучите всю информацию о команде разработчиков, которые делали это. Development. Или это достоверенная информация. Если они анонимные, то вообще нету про них. Это может быть красный флаг, да. Возможно, украденные фотографии. Проверьте те же самые социальные сети, да. Есть у них Инстаграм. Когда этот Инстаграм, как он выглядит? Сколько подписчиков? Сколько тот человек подписался? Какие подписчики? Проверьте эти подписчики. Пустые там подписчики или нет? Или это вообще боты? Проверьте, когда были, как этот Инстаграм ввелся, да. Например, так же самое, как и Твиттер. Например, вот я вот как говорила, да, что я пользовала Google Translate на русский. То я был опытом, поскольку у меня был, не я, у меня был опыт, что мои, например, фотографии и моё имя воровали с Найджерии, с России, с многих стран. И они пользовались моими фотографиями, моим именем, моей информацией. И до того, что даже можно найти даже в Фейсбуке, но Фейсбук не удаляет, потому что они не понимают, в чём идёт проблема. То проблема идёт в том, что фотографии, которые есть, поставленные, которые люди воруют, они иногда могут даже своровать фотографии даже просто с рекламы туалетной бумаги или так далее. То обязательно проверяйте и смотрите, да, чтобы не было то, что вы попали на мошенников, потому что вы подумали, что этот человек так выглядит. Потому что, видите, это я, да, видно, что я, то у меня есть специальный логин, который я показываю в таких видео, в презентацию, чтобы люди, правда, понимали, что это я, это только мой один пароль, не пароль, один аккаунт, то надо обязательно это понимать. Что дальше? Если есть Телеграм-группы, либо какие-то другие группы, там, Вакелик, что вы пользуете, проверьте их тоже. Если там они делают эту рекламу, обязательно попробуйте, как подписчик, спросить у них вопросы главные. Скажите, пожалуйста, больше про проект. Вообще, узнаете ли вы, можете писать, это самое главное, или вы можете задаваться вопросы. Если, когда вы задаете сильно важные вопросы, вы не получаете на них ответ, либо вас забанят, либо удалят, знайте, что эти люди, красный флаг, красный флаг, красный флаг, это мошенство, то обязательно, правда, смотрите. Что хотел сказать перед тем, вот, это единственный мой Инстаграм, он закрыт. Это только единственное, что есть, и это я. Так, второе, был ли проект проверен? Это аудит, это аудит смарт-контракта, это обширная методика, можем так назвать, методическая проверка и анализ кода смарт-контракта, который используется для, видите, не русский ли человек, самодельности с криптовалютой или блокчейном. Так же самое это процесс, когда идет проверка и обнаруженная ошибок, или проблема с какими-то кодами, или какие-то косяки, или там какие-то конкретные коды на коде проблемы. Вот этот аудит, он очень, правда, важен, этот проект очень важен, такие проверки сложны, насколько смарт-контракт часто взаимодействует друг с другом, либо с другой какой-то интеграцией, либо системой, и это очень дорого стоит. Так же самое, то вам обязательно надо проверить, проверить, правильно прочитать аудит, или он прошел аудит, или прошла проверку, сами посмотрите эти коды, иногда есть эта информация, потому что есть компании, которые правда принимают без аудита, без проверки, без ничего, бесплатно подвигают монеты, да, ну, когда им похрен, конечно, кто это делает, это может быть аудит, но надо его, правда, проверьте аудит, который был сделан, тех монетов, которые мы уже знаем, да, проверьте их аудит и сравните аудит с новыми монетами, потому что иногда ты можешь сделать copy and paste, либо иногда там может быть написан аудит, но написано, что никакой верификации не было сделано, да, то надо обязательно смотреть на этот анализ кодов и выбрать, или есть анализ кодов сделан, или есть какие-то ошибки, если были ошибки, какое исправление, смарт-контрактов и так дальше, да. Аудит, правда, он очень дорогой, то если вы открываете новый проект, например, иногда люди бывают, что просто не имеют на это деньги, то надо обязательно так же самое уточнить и проверить. Проверьте свой способности продавать, да, ну, в смысле в чего, да, например, появилась новая монета, и для вас кажется, что хорошая цена вам первые этапы он прошел, да, что он, у него есть аудит, да, например, если нету, я имею в виду, что проверяйте, да, вот был тот, где идет, вы проверили команду, команда, ну, якобы все хорошо, аудит вы тоже как будто проверили, что это все тоже хорошо, попробуйте вложить один доллар, один евро, один фунт, что у вас есть в какой стране, и попробуйте выбрать этот один евро, да, потом попробуйте, если вы можете делать это, попробуйте с пяти, вложите пять, заберите пять, двадцать вложили, двадцать сняли, положили сто, сто сняли, вам надо проверить, или вы можете это сделать, если вы положили один доллар, и он не работает, и вы не можете их взять, это нервирная афера, да, то надо обязательно проверять, потому что иногда вы можете вкладывать какой-то этап, там, до ста, а если вы вкладываете двести уже, вы не можете их снять, там тоже может быть, что надо обязательно лимит этой аферы, да, сколько можно купить, либо, ну, это не один обязательно доллар, я имела в виду, что это может быть, там, равно одному доллару, да, вот плюс-минус так идет, а проверьте посреди... Боже, мне так трудно на этом русском языке, ребята, я... Вот потому я их не люблю записывать, потому что, правда, это... Я хочу вам вас обучить и вам помочь объяснить, ну, иногда это, правда, так трудно, я думаю, что если вы были бы на моей ситуации, вы бы, правда, поняли, если русский был бы ваш не первый язык, например, как вы бы говорили там на английском или на каком-то другом языке. Так, давайте возьмем так, самое главное, что понять, вам надо понять вообще распределение токенов, да, сколько людей, сколько лиц держат этот токен, да, для своих участников. Вы можете сделать, например, swap, да, можете, например, сделать стейкинг, что вы можете сделать с этими монетами, да, перед тем, как надо выпустить монеты, компания запускает swap или запускает, что будет большой сейл, что вы можете прикупить эти монеты, обязательно посмотрите, что эта компания, этого токена вам дает. Так же самое, посмотрите, сколько есть больших китов, да, большие киты – это те, у которых есть больше, чем, там, один биткоин, например, там, до хрена их, больше ста. Вам надо смотреть, сколько китов есть, да, если есть только от двух до десяти, эти киты всегда могут просто слить, тупо слить все, да, и цены упадут, и, конечно, они заберут все деньги и просто убегут. То надо обязательно то же самое проверять. Пятое, да, ликвидность или ликвидность заблокирована, да, то проверьте, кто, кто взял эту ликвидность, да, какой идет максимальный запас этих монет. или есть какие-то ограничения. Ой, бля. Я не знаю, почему я себе, для себя это делаю, почему я себя так мучаю этим языком, но хотя бы посмеемся все вместе, хотя бы такие паузы, они тоже хорошие. Надо проверять ликвидность, да, заблокированный смарт-контракт во время... временной привязки. Надо просмотреть то же самое или есть эта ликвидность и на какой момент она сделана, на длинный или на короткий момент. Также самопроверить или есть какой-то смарт-контракт блокирования. Все это надо обязательно проверить. Ликвидность надо проверять, потому что если ликвидность сделана на месяц, ну, мы понимаем, что это, наверное, хреновато, да, то обязательно ликвидность должна быть сделана для какого-то, в течение, может, даже пару лет, да, вот это, конечно, надо все проверить. Если вы хотите, сделайте скриншот, чтобы понять правильно, что должно быть, как надо проверять. Почему важна заблокированная ликвидность, да, вот это, конечно, идет описание, что если есть заблокированная, это значит, что есть хотя бы какая-то безопасность для вас, да, чтобы ваши деньги не пропадут, и этот developer won't run away. То это тоже надо проверять, да, то все токены, чтобы просто бы не пропадали, и они бы не исчезли, то же самое, как с вашими активами и вашими деньгами. Самое последнее, это, конечно, проверить сайты независимых аудиторов, проверить, что и как, и, конечно, подтвердить, или они идут все верификационные, да, мы уже поняли, что надо проверить команду, проверить аудит, что такое ликвидность, как это все идет, да, вот, конечно, можете вы купить и продать, вытащить эти деньги, да, или вся информация, и все идет проверенное, все коды хорошо работают, или есть проверенные смарт-контракты, проверенные пылы, пылы, вот это надо все вам знать перед тем, как вы будете вкладывать, да, свои деньги в новые монеты, и тут идет такой маленький скрин сделан, видите, high risk, да, вот, он называется skull farm, то аудита нет, и, наверное, это идет уже как rug pull, вы просто можете зайти вот эти, которые находятся на экране, и проверить их, что в них не так, да, вот, в чем они принимаются, например, и проверить, видите, они находятся, например, в других, в Dex, и можете посмотреть, даже, как видите, Binance, он, в Европе Binance чуть подходит тому, что его скоро, наверное, она тут закроет, то вот с такими этапами много-много людей, правда, они не доверяют Binance, потому что Binance есть такие вот проблемы, как вы знаете с этим, то обязательно проверьте, сравните монеты, сравните те проекты, которые вы уже доверяете, которых вы знаете, с новыми монетами, я так думаю, будет так легче. Я хочу сказать, наверное, все видео будут такого формата, где я буду сто раз проклинять этот язык и себя мучить так, но возьмемте позитивную ноту, я стараюсь не для себя, я свой язык ломаю не для себя, а для вас, то это показатель, что я правда пытаюсь вас обучить, посоветовать, хотя бы можем все дружно посмеяться, что я говорю так на русском языке, но у меня в пакете еще есть другие шесть языков, на которых я намного лучше разговариваю и могу хотя бы выговорить слова. То всем пока и до скорой встречи, ребята, я вас, надеюсь, скоро вижу. Мойте руки и не хамите друг другу, и не хамите мне так же самое. Все будьте счастливы. Всем пока-пока.